К трем часам дня празднование Дня Победы принеслось в самое сердце Сухомской набережной Каланаде. Здесь в первую очередь для наших дорогих ветеранов, а также жителей и гостей страны, музыкальные коллективы Абхазии исполнили песни, рожденные Великой войной. Песня «Журавлина» – стихи известного дагестанского поэта Расула Гамзатова и музыку композитора Яна Фрэнкеля, пожалуй, одна из самых лиричных и трагичных песен, посвященных войне. В оригинале эта песня бессменно исполнялась певцом Марком Бернесом. Сегодня на концерте, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне для всех жителей и гостей Абхазии, ее исполнил детский эстрадно-музыкальный театр «Каданс». Солистка «Каданс» София Тарба отмечает, готовились к выступлению на празднике Победы с особым трепетом. Все песни, исполненные коллективом 9 мая, посвящены ветеранам и тем, кому праздник Победы встретить было не суждено. Чувство, конечно, невероятное исполнять, но будем исполнять довольно известные военные песни, которые, в принципе, знают все. И это большая честь выступать в такой день на этой сцене. Огромное волнение и, конечно, гордость за наших ветеранов, в частности, мой прадедушка, оба моих прадедушки воевали. Я хочу поздравить всех ветеранов с 9 мая, с этим большим праздником и желаем, чтобы они жили очень долго и радовали нас своими рассказами о войне. «Катюшу», «Темную ночь», «Песню пилотов» и другие известные композиции, рожденные на полях сражений и в тылу, спели вместе с Сухумской набережной эстрадные исполнители Абхазии. Знаменитую «Смуглянку» под аплодисменты исполнил хор Сухумского музыкального училища. Дирижер хора Саида Габния отмечает, спеть «Смуглянку» было решением общим. Одну из самых романтичных песен войны репетировали с особым удовольствием, отмечает музыкант. «В таком масштабном концерте впервые мы участвуем. Я хочу поздравить всех с этим великим праздником. Хочу пожелать всем на земле, чтобы никогда больше не было войны. Пускай мы, наши дети, их дети никогда больше не увидят войны. И дай Бог здоровья ветераны, пусть они еще долго-долго будут с нами. С праздником!» Артур Лакарба, Мана, Тимур Тания и многие другие эстрадные певцы и музыканты на протяжении двух часов возвращали в военность 41-й, пели о победе 45-го и о том, как продолжалась жизнь после нее, то есть страшной и горькой Великой Отечественной. Ты прости, прости меня, сынок, что тебя не уберег, не смог, не сумел закрыть собой бою, жизнь короткую твою. Тёмная ночь разделяет любимая нас, и тревожная чёрная смерть пролегла между нами. Нас ждёт огонь смертельный, и всё же в бессиле он. Анастасия Никонова, Раму Канке, Абаза ТВ